Православная книга крынется ведом и натхнение бесценная духовная скарбница. Каб долучить подрастающее поколение до святкования дня православной книги, школьников запросили на историчный квест «Храм мудрости учора сегодня-завтра». И он организованный с уместно Гомельской епархией Белорусской православной церквы и областной библиотекой. Главное мы это рассказать подлеткам историю заявления друкованной книги и познаемить их с махчимостями сучасной библиотеки. Дети подорожничали у лабиринтах книгосховища и сирот уникальных музейных раритетов. Сустракались с героями книг, выконвали их задания. И они сбирали историчные пазлы, распознавали выбитных литературных дейшев, находились в пошуках книжных выданий. Квест оказался не только взаимальным, а и познавальным. Решили поучаствовать, чтобы проверить свои знания и узнать что-то новое. О нашей Гомельской области и о книгах. Самое интересное было искать книги и ходить с фонариком по темному помещению, тоже искать книгу Франциска Скорины. До дня православной книги у областной библиотеки так само открыли выставу под названием «Вечная жамчужина мудрости». Тут представлены раритетные выдания из фонда Гомельской епархии особистого архива архиепископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. На выставе разместились и евангелие, богослужебные книги и працы 17-20 годов. Сирот наибольшу уникальных – миниатюрный новый заповед 1737 года ускоранной в окладцы золотым тесненнем. Он был выдадзен у Киева Пячерской лауры при финансовой потребце российской императрицы Ганны Иоанновны. Это выдание уникальное шеет тем, что его в руках тримала великая российская императрица Катярына II. Уражая и Библия за иллюстрациями вядомого французского мастака Юстава Дары – 1876 года выданья. Причем это не репродукция, а саправдные гравюрные отбитки. Организаторы выставы, упилненные эти уникальные экспонаты, обовязково знойдуть своих прихильников. Люди, которые сюда могут прийти, это и обычные граждане, и учащиеся учебных заведений, которые могут приобщиться путем посещения экскурсии в библиотеке, приобщиться к замечательным образцам церковной литературы 18-19 веков. После открытия выставы у актовой зале областной библиотеки отбылось урошистые узнагороджения, переможцев исторического квеста, а также передача удар установок книжных выданий с фонда у Гомельской епархии. До того же, подчас мероприемства было объявлено о проведении 5-го областного литературного конкурса «Православье. Моя надея». У нашем регионе он проводится что год с уместно Гомельской епархией и областным отделением Союза письменников Беларуси. Все леты он будет ладиться на протягом от 4 месяцев. Работы принимаются у разных номинациях. С 15-го века по 1-го липень все, ожидающие молодые авторы, ауторы сталого взрослого, профессийные авторы, которые являются членами творческих союзов и не являются такими, могут подать свои творы. Это одинковые творы, один твор у номинации проза, поэзия, детская литература, публицистика и авторская песня. Больше подробную информацию можно найти на сайте письменник Бай с 15-го века.